На улице минус 20 из-за коммунальной аварии отключен от отопления весь многоквартирный дом. И несмотря на то, что это всего лишь легенда, но даже в таких выдуманных условиях коммунальщики развернули настоящую спецоперацию по предотвращению чрезвычайной ситуации. Дом номер один по Смышляевскому шоссе в зоне риска. Он получает тепло от ведомственной котельной, из-за которой уже случался перебой с подачей тепла. Городские власти между тем держат руку на пульсе и заранее тренируются устранять чрезвычайные ситуации. Если будет какой-либо форс-мажор по этому жилому дому, то город не останется безучастным и в течение двух-трех часов полностью восстанавливано будет теплоснабжение и обеспечено коммунальными услугами жителей этого дома. На площадке рядом с домом расположили передвижную котельную, подключили и тепло пошло в дом. Работает агрегат на дизельном топливе. Мощности в 3 мегаватта хватает, чтобы обогревать несколько многоэтажек в течение всей зимы. Полностью автоматическая котельная, такая же, как и любая стационарная, но достаточно современная. Поэтому это достаточно безопасная и удобная в эксплуатации. В момент, когда отопление уже отключено, а мобильная котельная еще не запущена, в подъездах работают тепловые пушки. В первую очередь, говорят специалисты, нельзя допустить, чтобы дом остыл. На место ЧП прибывает пункт управления главы города. Это специально оборудованная машина, где есть все необходимые средства связи. Здесь же ставят видеокамеру. Голова может просто у себя даже с ноутбука посмотреть, что здесь происходит. Есть такая программа, которая туда подключается. Современная техника, так сказать, она вот работает. В самом крайнем случае жители эвакуируют в пункт временного размещения. Его оборудуют в школе, куда привозят все самые необходимые. Им вывезены раскладушка, матрас, подушка, комплекты постельного белья, полотенце, прикроватные коврики, тапочки индивидуальные. Также вывезены электрические чайники, электрические фонарики и комплекты для употребления пищи разовой. Питание организуют в школьной столовой. Женщинам с малышами предоставляют комнату матери и ребенка. Находиться в таком пункте люди могут до пяти дней. Предполагается, что в течение этого времени либо устранят ЧАЭС, либо найдут эвакуированным более удобное жилье. Марина Матвеевшина, Василий Кладашов. События. Реально, если весь дом сейчас растет.